Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите фокус программы о медиа и медиаграмотности. Обещать не значит жениться. Эта пословица давно уже применяется и к обещаниям политиков и чиновников. И мы с вами сетуем, что верить им на слово нельзя. И снова за них голосуем, а потом снова обижаемся. К счастью, некоторые крымчане все-таки жестко напоминают власти, то есть регионалам, об их обещаниях, которые во время выборов были изложены в виде социальных договоров. На прошлой неделе жители поселка Героевское, который входит в границы Керчи, призвали к ответу мэра города Олега Осадчева, пригрозив акцией протеста в случае, если в поселке не будут созданы элементарные условия жизни. Но вот что примечательно про обещания власти или же политика во время выборов СМИ пишут охотно. А вот о том, выполняются ли эти обещания или программы, пишут единицы. С недавних пор в Украине есть ресурс, на котором политикам и чиновникам не просто напоминают об их обещаниях, а ведут подсчет и мониторинг их невыполнения. Интернет-издание Владометр презентовал в Симферополе известный журналист и продюсер Вахтанг Кипиани, который пригласил крымчан к сотрудничеству в этой остроумной форме контроля общества за бездеятельностью власти. Проект Владометр представляет собой базу обещаний чиновников и депутатов и степень их выполнения. Идея создания такого ресурса, который помог бы с помощью простых чисел контролировать уровень политической честности, по словам шеф-редактора Вахтанга Кипиани, созрела давно и начала воплощаться накануне президентских выборов. Сейчас на сайте больше двух с половиной тысяч обещаний 130 политиков и чиновников всех рангов, от президента до депутатов городских советов, представителей 17 партий и политических объединений. Всі працюють в півсиле, в 10% від можливостей. Тоді, як ми обираємо їхні достатньо високі зарплати на прекрасний соціальний пакет, на величезну пенсію, саме для того, щоб вони, маючи вже за собою ці гроші, статуси, звання і так далі, просто трошечки попрацювали на громаду. Будуть добре працювати, ми виберемо ще раз. Будуть ще краще працювати ще раз. В Британії є депутати парламенту, які по 40-50 років обираються від одного округа. Це говорить про те, що вони добре працюють, і громадяни не вибирають когось іншого, бойця, конячка добре везе. Обіщання політиков структурированы на нескільки категорій. Можна искати по персоналям, введя в поисковик имя політика, і по степені исполнення. Виповнені, не виповнені, знаходящіся в роботі, є компромісні рішення, чи вже тупіг. Як правило, в случае, коли чиновник відправлен в відставку. Отдельна лента. Святі. Політики, які хоча б чість своїх обіщань вже виповнили. Балтуни, не виповнивши ні одного обіщання. Любимці публіки – найкомментируємі личності. І новички, обіщання которых почали з'являтися недавно. Балакуни – це ті, хто не виконують свої обіцянки. Як ви бачите, перші дві особи, вони збігаються і там, і там. Ну, це така, скажу, карма цих перших осіб. Є рубрика «Улюбленці публіки». Це ті люди, кого найбільше коментують у нас на сайті. На першому місці мер міста Тернополя Сергій Надал. Це мій теж улюблений політик, бо я за ним стежу вже другий рік, бо він надав таку обіцянку. Обіцяє Тернополянам тротуар з підігрівом. Составляються списки обіцяний усілями журналистів і читателей. Добавити обіцяний чиновника може кожен пізніший інтернет. Для цього достатньо просто добавити обіцяний, підкріпив його лінком на інтернет-публікацію, сканірованій страницей з газети, відеофайлом і звуковою записью. Людина каже, він виступив у нас на мітингу і це сказав. Якщо ви маєте бодай запись на мобільному телефоні, ви можете скинути нам файл, файл додається, він має бути прикріплений до обіцянки, він є. Якщо це лінк на публікацію, лінк, якщо це відсканована газетна публікація чи програма скан, ну і так далі. Тобто ми зробили максимум, чи навіть урл, бачите, Ютюба. Тому це може бути і так. Тобто будь-яка можливість фіксації приймається, і це політики мають знати, що за ними власне стежують. Подобні проекти, як оказалось, существують і в інших країнах. По словам Вахтанга, подобні владометру сайты є в Македонії і Сербії під названням «Истинометр». Єсть і американський проект «Абаметр», який змеряє уровень выполнення обіцяний президентом Соединенних Штатов Бараком Обамай. Или проект по контролю Конгресса Соединенных Штатов Open State Congress, объединяющий официальные данные с журналистскими публикациями, а также материалами в блогах гражданских журналистов и комментариями на форумах. Совокупность разных точек зрения на одну проблему, сосредоточенных на одном ресурсе, позволяет понять, что на самом деле происходит в Конгрессе. Такі сайты активно развиваются по всему миру. Они приучають политиков к ответственности, а людей к сознательности. Прежде чем сделать выбор и нанять чиновника на второй срок, очень просто проследить, так ли он исполнителен, как красноречив. Среди обещаний представителей крымской власти, степень выполнения которых уже можно наблюдать в реальной жизни, это обещания о качественных изменениях в курортно-туристической отрасли. В том числе и в сфере информационной, то есть подачи информации для курортников и туристов о Крыме и в продвижении турпродуктов Крыма. И здесь мы наблюдали какое-то странное непостоянство в позиции правительства относительно участия в международных выставках. Затем были заявления о решении не тратить бюджетные рекламные деньги на привлечение туристов в начале сезона, а зазывать на крымские курорты в осенний период, мол, летом и так поедут. Обещания о, по сути, массированной рекламе, в которой участвовали чиновники Минкурортов Крыма, одной из российских лоукост-компаний, с обещаниями пустить на Крым рейсы из Москвы с билетами за 9 долларов, выполнено, но очень существенными корректировками. Первый рейс будет только завтра, хотя планировался с мая, а самый дешевый билет будет стоить около 1300 гривен. Но шанс задешево слетать в Крым есть в октябре. По крайней мере, такую информацию мы можем наблюдать на сайте лоукост-компании. Завтра же, кроме совместной пресс-конференции с представителями этой авиакомпании, руководители Минкурортов откроют в аэропорту Симферополь информационный центр в помощь туристам и курортникам. Свой информационный центр открыли в Бахчисарае, но не за бюджетные, а за средства международного гранта. И об этом событии мы также сегодня расскажем. Гость сегодняшней студии Владимир Косткин – большой специалист в сфере информационного продвижения турпродукта «Крым». Он принимал участие в организации выставок международных и крымских, в том числе и в последнее время оказался не нужен крымскому правительству. Поэтому сегодня я представляю Владимира Косткина как руководителя общества с ограниченной ответственностью Крымское курортно-туристическое агентство. Я так понимаю, скоро это название поменяется, потому что точно такое же название есть у республиканского предприятия, да? Да, такое же название у республиканского предприятия Крымское курортно-туристическое агентство, которому я дал 10 лет и которую практически создавал с первым директором. Но в конце прошлого года пришла новая команда и мои услуги в качестве руководителя оказались невостребованы. Мне было предложено написать заявление по собственному желанию, не дожидаясь окончания контракта, два месяца оставалось, и передать все дела другому человеку. Мы вернемся к этой конфликтной достаточно ситуации, которая уже выплеснулась частично в информационное пространство. Но я все-таки хочу, Владимир, поздравить вас с победой. Телезрители наши могут сейчас увидеть хрустальный кубок, который вы получили на последней московской международной туристической выставке. За что этот приз? И насколько он весом? По весу он достаточно весом, я думаю, килограмм 6-7 в нем есть, а по значимости он весит гораздо больше. Дело в том, что выставка МИД, ее проводит лондонская компания IT Group, она входит в пятерку крупнейших и самых значимых туристических событий в мире. Мы практически все годы принимаем участие с единым крымским стендом на этой выставке. Естественно, стенд улучшался, количество участников добавлялось. Мы оттачивали, скажем так, застройку свою. И в этом году стенд получился наиболее... Единый крымский стенд. Да, два острова по 40 квадратных метров, 80 метров всего. Получился наиболее ярким, наиболее удачным. В цветовом оформлении по количеству участников. И из 1755 компаний вообще выставки МИД-2011... Которые принимали участие и выставляли свои стенды, да? Да, 1755 участников со всего мира. Было выбрано 12, так сказать, предпризеров, 12 лучших. И в числе 12 попали мы из Крыма и единственные, собственно говоря, из Украины. Почему об этой информации? Я, честно говоря, узнала о вашей победе, о победе Крыма, по сути, да? Единого крымского стенда из комментариев к статьям на Центре журналистских расследований. Почему этой информации нет? Только потому, что в этот единый крымский стенд организовывался без правительства Крыма, без Министерства курортов и туризма и лично господина Леева, который курирует эту сферу. И вообще, что происходило в этой весной? То Крым участвует в выставках, то не участвует. Непостоянство вот в решениях Минкурортов к чему привело, собственно говоря? Ну, непостоянство в их решениях вызвано, наверное, в первую очередь, ну, незнанием отрасли, специфики, отсутствием определенного профессионализма в этом вопросе. Я вам уже говорил, что в ноябре 2010 года господином Леевом мне было заявлено о том, что выставки министерству больше не нужны. Было сказано, что приоритеты в продвижении Крыма меняются, и поэтому от вот этого формата продвижения крымского турпродукта министерство отказывается, и агентство этим больше заниматься не будет. А через день мне предложили в целом сдать дела. Чем вызван был отказ от выставок, я не знаю, но поскольку проект шел сам по себе, без бюджетных денег, то есть моя инициатива... То есть предприятие хозрасчетное, как раньше говорили, да? Да, предприятие хозрасчетное, в этом проекте денег нет. И этот кубок, это кубок всех турфирм и здравниц. То есть моя заслуга организационная, а своими деньгами... А сколько здравниц вошло туда, турфирмы, туроператоров, которые представлены были на едином? Почти три десятка. На выставке УИД у нас стенд больше, на Украине там порядка четырех десятков здравниц и турфирм. А здесь порядка почти три десятка турфирм и здравниц, которые, образно говоря, представили весь Крым. Ведь каждый туроператор вывозит пакет из десятков здравниц. То есть он не предлагает там один санаторий или два. То есть был представлен практически весь Крым. И поскольку проект уже был в процессе, скажем так, 50% готовности, то нельзя было его бросать. Есть финансовая ответственность перед участниками, перед оргкомитетом, есть финансовые санкции. Поэтому мне пришлось срочно создавать свое предприятие и переводить этот проект туда. Поскольку министерство, как мне было сказано, это делать не будет. Ну а спустя буквально два месяца приоритеты, как я понял, опять поменялись. Вот. И у меня начались какие-то... И Минкурортов поехал на выставку, да? Минкурортов решила ехать. Завтра, буквально в среду, в аэропорту Симферополя открывается информационный стенд, я так понимаю. Да, информационный центр, туристко-информационный. В конце нашей программы мы покажем сюжет о туристко-информационном центре, который открыт был в эти выходные в Бахчисарае. И это проект ЛИНК, агентство международного развития США, поддержанный, и посольство Чехословакии, если не Чехии. То есть, такие вещи открываются. Я не знаю, лет 10 назад то же самое было. Это нужно сегодня. Если приезжают туристы в наши городки, поселки, курортные и просто там, где есть туристические объекты, они просто не могут найти и улицу нужную. У нас нет давно указателей, у нас нет давным-давно каких-то схем. В интернете нет каких-то схем, по которым можно было бы этим туристам ходить по нашим маршрутам. Кто этим должен заниматься? Тот, кто продает или республиканская власть, возможно, которая хочет увеличить до 6 миллионов или сколько в этом году ожидается туристов в Крыму? Кто? 6 миллионов. Лишь бы инфраструктура освоила столько туристов. Дело в том, что я не хочу давать какие-то советы, каждый вправе наступить сам на свои грабли. Я могу поделиться своим опытом, опытом работы в республиканском предприятии. Когда еще был министром, уважаемый Таряник Александр Иванович, при нем были открыты, по его поручению, были открыты первоинформационные центры. На ЖД вокзале, наверное, вы помните. Но это было 10 лет назад. Но потихоньку их вытеснил тот же интернет. То есть, понимаете, в чем дело? Люди приезжают, 98-99% из них знают, куда едут. У них или есть путевка, у них или есть бронь. То небольшое количество, которое по каким-то, возможно, финансовым причинам не смогло приобрести путевку по месту жительства, в таком случае приобретает частный мини-пансионат, частное жилье, которое выходит дешевле на семью и так далее. То есть, мы столкнулись с тем, что постепенно все большее количество людей знает, куда едет. И сегодня это, ну я не знаю, насколько это востребовано, наверное, уже не так, как было 10 лет назад. То есть, есть потребности в информации, которая выкладывается в интернете. Достаточно ли Крым представлен в сети? Ну, опять-таки, я не знаю, насколько там сильный ресурс, скажем, у министерства. Он сейчас развивается, по-моему. У нас создан новый сайт. В общем-то, опять бизнес, турфирмы продвигают серьезно свои сайты. Здравница, там есть обязательно раздел достопримечательностей, карты какие-то. Но хороший какой-то ресурс на уровне в таком республиканском... Портал какой-то туристический, информационный. Да, он должен присутствовать. А я еще вернусь к информационным центрам. Ведь мы их открывали на въезде в Крым. Поселок Ченгар, граница Херсонской и Крымской области. Там был построен практически полноценный модуль. А куда он делся? Он стоит, но он, я еще раз говорю, он не востребован. То есть, я лично... Ну, хорошо, можно открывать сколько их угодно. Но когда вот в тех же комментариях у нас на центре пишут наши читатели о том, что на ЖД вокзале Симферополя тоже есть информационный центр. Но он находится где-то там за ларьками, извините, за туалетами. И где он находится, никто не знает. Потому что тоже путь к нему не маркирован. Зачем он нужен? Зачем эти деньги тратились, если это не функционально? Ну, я опять вернусь к тому, что бизнес – это механизм, который сам регулирует свою деятельность. Бизнес поедет на ту выставку, которая востребована. Бизнес будет заниматься тем, что принесет деньги. К сожалению, чиновники имеют несколько другие приоритеты. Я вот имел дело с пятью министрами. И в силу личностных характеристик каких-то, в силу принятых каких-то правил игры в политике среди чиновников, зачастую нужен информационный повод, нужно, извините, дырочка в лацкане для очередного ордена и заявление «А этого для меня никто не делал». Ну, я вот, чтобы не быть голословным, приведу пример. Выставка МИТФ – это выставка правительства Москвы. Она проводится в середине мая, обычно 14-16 мая. В свое время Лужков поддерживал. И сейчас она тоже как бы имеет место быть. Но в середине мая там особо не зачем ехать. Договора уже заключены, предоплаты получены. Ну, я не знаю, разве что с кем-то из зашедших политиков российских сфотографироваться. Но я слышу, что берется сегодня, ну, вот в прошедший мая берется 50 квадратных метров, 14 рабочих мест, третий из них не заполняется. То есть это инициатива чиновников, это не инициатива бизнеса, точно так же, как и ассоциации. Это инициатива чиновников, но это наши деньги, деньги налогоплательщиков. Если они неэффективно расходуются, тут есть вопрос, да? Ну, я согласен, но, 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 вот с чего я начал, прозвучало. А на МИТФе никогда вот 50 метров не было. Вот 30 было, 35 было, а вот 50 не было. Поэтому сверлим дырочку, готовимся для очередного ордена. То есть есть информационный повод, нет КПД, нет отдачи, денег налогоплательщиков. Что нужно сделать для того, чтобы она была? Каким образом грамотно и современно продвигать Крым? Каким образом помочь информационно, не только рекламировать, особенно то, чего у нас нет, а каким образом помочь людям дать полезную информацию? Что для этого в первую очередь должно сделать и правительство, и бизнес? Ну, хорошо бы, конечно, чтобы этим занимались люди, имеющие опыт в отрасли, а не пришедшие к чьей-то команде, первый раз совершенно не понимая, наступая на эти грабли. Хотелось бы, чтобы был обобщен опыт прошедшей. Ведь, насколько я знаю, даже сегодня при созданной ассоциации туроператоров, они с удивлением мне говорят, что с ними никто не согласован, на какие выставки ехать или нет. То есть дается по факту план, едем туда и туда, причем опять очередная гигантомания. Если у нас на Мите всегда было 80 квадратных метров, это уже наше стандартное место Крыма, первый павильон, его всегда в этом месте ищут, то сегодня поставлена задача взять 200 квадратных метров. Это нереально. Это можно пытаться использовать административный ресурс, но это... Загнать туда участников, да? Да, но опять-таки нет же людей, которые смогут потом даже если загнать этих туроператоров, здравницы туда, нет людей, которые смогут этот стенд построить, достойно представить. То же касается осенних выставок Санкт-Петербурга, Украины. То есть берутся цифры, вот как старые добрые времена, догнать и перегнать. Раньше Америку, сейчас Турцию. Мне из оргкомитета рассказали, что один из сотрудников республиканского предприятия приехал на выставку УИТ, ну, он впервые этим занимается, и заявил, что поставлена задача перегнать Турцию, взять площадь большую. В каком году, не скажете? А, на выставке? Вот сейчас, после прошедшего УИТа, весной, вот этот человек по поручению, ну, не знаю, министерства, республиканского предприятия, приехал и сказал, что нужно перегнать Турцию. Поставлена такая задача. На нее посмотрели с уважением, сказали, ну, надо же, вы готовы взять 600-700 квадратных метров? Вот, оказалось, что Турция, министерство Турции берет порядка 300 метров, и еще столько же берут турфирмы. И по совокупности стоимость, скажем, 200-300 квадратных метров, это 250-300 тысяч евро. То есть их стенд объединенный, это весь годовой бюджет министерства. Понимаете? Несерьезно. Ну, как можно делать подобные заявления? Это удар по репутации, удар по репутации своей, по репутации Крыма. И зачем эта гигантомания нужна? У нас уже стенд за 10 лет, он, извините, уже выписан весь, он уже сформирован. У нас при формировании стенда учитываются наши финансовые возможности, расстановка, учитываются даже личностные характеристики различных фирм. То есть кто-то с кем-то конкурентом, они стоят на разных концах стенда. То есть это все давно уже опробировано, и жаль было бы потерять этот опыт. Спасибо большое, Владимир Косткиев, директор общества с ограниченной ответственностью, Крымское курортно-туристическое агентство. Владимир, еще раз поздравляем вас с победой, хрустальный кубок московской туристической выставки, которая называется МИД-2011. Незаслуженно, новость, которую незаслуженно не знали крымчане, и надеюсь, что эту несправедливость мы хоть немножечко сегодня компенсировали. Спасибо большое. Завершает нашу программу сюжет Натальи Кокориной об открытии информационного туристического центра в Бахчисарае. А я прощаюсь с вами до следующего вторника. Увидимся в программе «Вопрос национальной безопасности». Будьте здоровы и информированы. Туристический информационный центр расположился напротив Ханского дворца. Это место, по словам начальника управления экономики Бахчисарайской райгосадминистрации Эльмиры Аблялимовой, было выбрано из-за самого многочисленного скопления туристов. Именно к Ханскому дворцу, по их убеждению, съезжается больше всего людей. На сегодняшний день основные туристические потоки проходят и аккумулируются возле Ханского дворца. Поэтому для того, чтобы быть востребованными, очень хорошо востребованными, мы должны были поставить центр на основной туристической магистрали, рядом с Ханским дворцом. К Ханскому дворцу в первую очередь приезжают туристы экскурсионными группами. Но немало туристов приезжают и сами, на электричке или поездом. Многие путешествуют по Крыму на рейсовых автобусах или маршрутках. Однако на железнодорожном вокзале ничего, кроме небольшого здания с синей вывеской Бахчисарай, турист не увидит ни справочного бюро, ни информационного стенда. Единственный выход – ловить местных жителей и расспрашивать у них, куда и как добраться. Но о существовании туристка информационного центра они еще не слышали. Нет, это не знаю. Человек приезжает сюда и не знает, куда ему пойти. Ну, они в основном только у местных искрашивают, куда же пойти. Так, знали немного, ну как, по наслышке. И так первый раз только. Ну, мы расспросили людей, как добраться, рассказали. Мы сами путешествуем по своему маршруту, по собственному. Но мы больше по православным местам путешествуем. Православным святыням Крыма. Эльмира Аблялимова уверяет, стенды, информационные автоматы в ближайшее время на вокзалах обязательно появятся. Туристический центр только открылся. Пока что поставить просто не успели. Мы планируем установить, вот у нас уже распечатаны вот такие вот баннеры с картой города. И сейчас разрабатывается карта района, аналогичная этому карте старой части города. И вот такие вот баннеры будут установлены и на ЖД вокзале, и на автовокзале, где турист сможет получить максимальную информацию в графическом изображении. Если вы приедете недельки через три, вы уже их увидите. Выйдя через вокзал в город, можно увидеть большую пустую площадь. Несколько кафе и вывеску, кассы автостанции, график работы без перерывов и выходных. Но дверь закрыта, на ступеньках трава. Местные говорят, автовокзал перенесли больше двух лет назад на окраину города. Только тем, кто приезжает на электричке, об этом тоже узнать неоткуда. Но время исправить эти неудобства у власти города еще есть. Активный сезон не начался, и туристов на вокзалах мы встретили немного. Чаще встречались жители Бахчисарая, которые в выходной день решили поехать на море в Севастополь. Или жители Севастополя, которые признались, что часто приезжают в Бахчисарай за продуктами. За продуктами приезжаем. За продуктами? А почему сюда? А потому что здесь мясо свежее. Чем Севастополь? Ну, конечно, там же польская обычно, импортная все, а здесь все-таки домашняя. Беседы с местными жителями подтвердили печальную реальность. Хуже всего Крым и его достопримечательности знают именно крымчане. Туристические объекты они называют, но сами там не бывают, за редким исключением. Не успеваем, потому что у нас время, у нас сейчас на дом, просто не успеваем. А так бы, конечно, хотелось. А вы знаете вообще, что тут можно посетить, куда тут можно сходить? Ханский дворец, Бахчисарский фонтан. Ну, вот так вот единственное, которое вот, больше не знаю, какие здесь. Ну, может быть, где-то скальные города есть, можно посетить. Крымские, это у нас просто нет времени для этого. Да, бываем. Успенский монастырь, Ханский дворец, Мангуб-Кале ездим. У Ханского дворца жизнь гораздо активнее. По обочинам стоят большие туристические автобусы. Напротив входа в Ханский дворец располагается туристский информационный центр. И найти его несложно. Большая вывеска бросается в глаза. Здесь турист может получить всю интересующую информацию. Куда пойти на экскурсию, где поесть и в какой гостинице остановиться. Карта, брошюры, диск с панорамами города и виртуальный экскурсионный тур. В туристическом центре можно набрать себе буклетов со всевозможными предложениями для отдыха. А можно воспользоваться тач-автоматом и выбрать себе все необходимое. А на карте посмотреть, как дойти до желаемого места. Такую же карту в распечатанном варианте здесь обязательно дадут собой. На нее нанесены три туристических маршрута, помеченных разными цветами. Красным, зеленым и синим. А также все, что может пригодиться на отдыхе. Начиная от мест проката велосипедов, заканчивая расположением банкоматов. В рамках этого проекта были разработаны несколько туристических маршрутов по городу и по району. Общая протяженность этих маршрутов составляет 300 километров. Они все будут промаркированы по европейским стандартам. И отдыхающие смогут, туристы, активные туристы, смогут самостоятельно двигаться по ним и не потеряться. Это будет и безопасно, и в то же время интересно. Мы должны проводить какие-то такие мероприятия, которые будут носить событийный характер. И на основании этого привлекать как можно больше туристов. Ну и естественно, работа вот этого вот самого непосредственно центра, который на сегодняшний день предоставляет услуги достаточно разносторонние. Начиная от того, где можно обменять деньги и заканчивая, где можно приобрести книжку для ребенка. То есть вся информация, которую на сегодняшний день интересует туристов, мы вот в рамках работы этого центра будем предоставлять. Как рассказала Эльмира Аблялимова, идея создания такого туристического центра возникла давно, еще в 2009 году. Когда утверждались основные этапы и приоритетные направления развития региона, было решено пропагандировать именно туристическую отрасль Бахчисарая. Поскольку огромное количество памятников истории архитектуры, собранных на небольшой территории, мало кому известны. Однако реализовать эту идею получилось только теперь, при поддержке чешского правительства и программы ЛИНК, которая финансируется Агентством Международного Развития США. До этого просто не хватало ресурсов. Дело в том, что это действительно достаточно затратно. Потому что, ну затратно, наверное, в том плане, что самое главное, нужно найти людей, которые бы горели этой идеей на самом деле и пытались что-то сделать полезное. Вторая часть – это, безусловно, финансовая часть. И здесь без помощи наших друзей, наших доноров, да, это правительство Чехии и проекты ЮСАИД «Локальная инвестиция национальную конкурентоспособность» мы бы однозначно не справились. Я думаю, что они способствовали ускоренному установлению и развитию вот этого центра. Самостоятельно можно было это сделать, но, наверное, в большие сроки. Проект поддерживается до октября, но у руководства уже есть идея, как дальше развиваться самим. В планах – приобщение бизнес-структур. Ведь основными получателями прибыли от работы центра являются именно предприниматели, предоставляющие туристам всевозможные услуги. А туристический центр в таком сотрудничестве выступает посредником и помогает доносить информацию об этих услугах непосредственно до отдыхающих. Я думаю, что в дальнейшем центр и руководители этого центра, они будут работать уже с субъектами малого предпринимательства по предоставлению вот этой вот информации здесь. То есть надо, наверное, выходить на какие-то взаимоотношения с субъектами предпринимательства для того, чтобы как можно больше распространять эту информацию среди туристов. И уже сейчас предприниматели Бахчисарая активно создают новые туристические объекты. Например, один из бизнесменов силами историков, ученых и зарубежных специалистов создал свой мини-музей, в котором представлен макет Крыма от Золотоордынского периода до окончания времен Крымского ханства до XVIII века. Под цветовые и звуковые эффекты в сопровождении фотослайдов проводятся экскурсии по старому городу. Субтитры создавал DimaTorzok